Бобруйск усиленно готовится к осенне-зимнему периоду. Тепло в батареях, напомним, подаётся при условии, если среднесуточная температура в течение трёх суток подряд плюс 8 градусов и ниже. На некоторых участках активно заменяются устаревшие трубы на новые, современные. Специалисты трудятся, чтобы обеспечить жителям города стабильное тепло. Однако стоит помнить, находиться в непосредственной близости с зоной ремонтных работ опасно для здоровья и жизни. У нас проводится модернизация тепловых сетей, участки производства работы ограждены, знаки, обеспечивающие безопасность, установлены, доступ людей ограничен. Ещё одна актуальная проблема, которая возникает при подготовке к отопительному сезону – порывы наружных тепловых сетей. Важно знать, максимальная температура горячей воды в трубах может достигать 150 градусов. Прикасаться к ним категорически запрещено. Последствия любопытства могут быть чреваты ожогами и травмами. Большую опасность представляют собой порывы тепловых сетей подземной прокладки, когда образуется промойна, заполненная горячей водой. Трубопроводы проходят по газонам, тротуарам и проезжей части дорог. Повреждения тепловой сети можно определить под таким признаком, как парение, выход воды на поверхность, проседание грунта или асфальта, вытекание из-под крышки люка тепловой камеры. Именно поэтому стоит быть осторожными и обращать внимание на возможные признаки повреждённой теплотрассы. Чтобы не создавать травмоопасных ситуаций, специалисты призывают соблюдать следующее правило. Не пересекать в необорудованных переходами местах траншей и каналы, где ведутся работы по прокладке и ремонту тепловых сетей. А также не заходить за линию защитных ограждений. Категорически запрещено спускаться в тепловые камеры, ходить по трубопроводам, люкам, конструкциям теплотрасс и перекрытиям каналов. Не стоит приближаться ближе, чем на пять метров к промоинам, которые образуются в местах порывов трубопроводов. «Обо всех случаях парения и утечек необходимо сообщать на единый номер аварийно-диспетчерской службы 115». Большую часть чрезвычайных ситуаций можно избежать, если знать элементарные вещи, гласит статистика. Наша жизнь в наших руках. Достаточно проявлять чуть больше внимательности и ответственности. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.